В Сочи спасатели ищут пропавшего в горах туриста. Он решил обойти ледник на Цахвоа, но обратно в лагерь. Не вернулся. Краевые инспекторы по труду приехали в Сочи за каждого неоформленного сотрудника, а предприниматели заплатят до 100 тысяч рублей. В Сочи выберут самую чистую улицу и лучшего домкома. В городском конкурсе «Чистый дом. Красивый город» могут участвовать все желающие. Из Сочи в Будапешт женская сборная по вольной борьбе завершает на курорте сборы. Впереди чемпионат мира. В Сочи спасатели ищут пропавшего в горах туриста. Информация о ЧП поступила от его знакомого. По предварительным данным, мужчины выходили на маршрут не вместе, так как пропавший был зарегистрирован в подразделении «Кубань-Спас» как одиночный турист. Еще 13 октября он решил подняться в сторону вершины Цахвоа, чтобы найти путь обхода ледника, но обратно в лагерь не спустился. Через сутки его знакомый решил вызывать спасателей, но для этого ему понадобилось добраться до кордона егерей. Накануне вечером, сразу после звонка в район поиска, вылетел вертолет МЧС. К месту выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения «Кубань-Спас» и Южного поисково-спасательного отряда. Поиск продолжается. Увеличить пропускную способность и повысить безопасность на трассе Краснодар-Славинск-на-Кубани-Тимрюк проведут масштабную реконструкцию. Этот участок по решению правительства России включили в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дело в том, что после открытия Крымского моста увеличилась и нагрузка на дорогу от Краснодара до Темрюка. После обновления трассы добраться из краевой столицы до моста можно будет в полтора раза быстрее. На дорогу уйдет чуть меньше двух часов. По сути, строительство дороги начнется заново, что потребует значительных финансовых вложений. Очевидно, что за свои средства провести необходимую реконструкцию трассы, соответствующую транспортно-эксплуатационным характеристикам, а это 136 километров, не представляется возможным для края. Та сумма, которую озвучивают эксперты, порядка 90 миллиардов рублей, неподъемная для бюджета региона. И здесь мы рады поддержке правительства. Вениамин Кондратьев считает, что с обновленной трассой появятся и дополнительные точки роста для экономики региона. По пути на Крымский мост будут развивать придорожный сервис для удобства туристов. В Сочи повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Платить больше сочинцы будут уже с нового года. Об этом в интервью нашему каналу рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев. Он стал гостем программы «В курсе». Ориентировочно проезд на городских маршрутах повысится с начала года до 26 рублей. Здесь причины, я думаю, понятны будут всем, потому что все мы видим, что у нас выросли цены на топливо буквально за короткий промежуток времени, последние полгода, значительно. Поэтому плюс мы, конечно, все-таки просим наших перевозчиков заменить подвижной состав. Это тоже определенные капитальные вложения. Поэтому здесь поднятие тарифа неизбежно. Что касается тарифа на пригородных маршрутах, он уравняется между всеми перевозчиками. То есть цены на проезд в пригородных автобусах «Сочи Автотранс» останутся прежними. А в машинах частных перевозчиков за поездку придется заплатить больше, чем ранее. Столько же, сколько и в муниципальных. Также Юрий Усачев сообщил, что в рамках оптимизации маршрутной сети в ближайшие два года в «Сочи» планируют обновить подвижной состав, сократив количество автобусов с 850 до 690. У нас почти 70% – это транспорт малой вместимости. Это то огромное количество автобусов типа «Хюндай Каунти», которые мы видим на наших городских улицах. Они маленькие, они без кондиционеров, они морально и физически устарели. И, соответственно, при оптимизации маршрутной сети наши перевозчики обновят подвижной состав на автобусы большей вместимости. Это будут автобусы средней и большой вместимости. Во-первых, они будут уже новые. Во-вторых, они будут оборудованы и кондиционерами. Количество этих транспортных средств у нас будет меньше. А возможность перевезти большее количество пассажиров, ну, она безусловная. Полную версию программы «В курсе» о ремонте дорог и оптимизации маршрутной сети смотрите в эфире на этой неделе. А также на нашем YouTube-канале «ФКТ» в интернете. Дорожный ремонт, строительство офиса врача общей практики и благоустройство парков. С такими просьбами жители Кубани обратились к губернатору. Вениамин Кондратьев провел прием граждан по поручению президента России. Какие вопросы будут решены уже в ближайшее время, расскажут наши краснодарские коллеги. Машины качают, как корабли в шторм. Жителям Гулькевичей приходится ежедневно добираться до работы через ямы, колдобины и трещины. Улица Прогресса – одна из центральных. От асфальта здесь уже мало что осталось. В основном ездить приходится по Гравийке. А это больше одного километра. О том, что дорогу необходимо отремонтировать, главе региона рассказывает местная жительница Евгения Лешенко. Вениамин Кондратьев тут же обращается к главе Гулькевичского района и заместителю министра транспорта. Запускать дорогу до такого состояния недопустимо. Тем более, что поток машин увеличивается с каждым годом. И от качества покрытия зависит качество жизни самих людей. Даже когда нагрузка на дорогу увеличивается, это показатель сегодня экономики, в том числе и уровня жизни людей. Потому что если вчера один, два, три автомобиля пробегало, то сегодня они гирляндой едут. Но тем не менее, дорожное хозяйство, дороги не должны отставать от уровня жизни. Вот эта улица, видимо, как была когда-то, так она и остается. Это является не улицей, а больше, наверное, полосой препятствий, по которым дети идут и в школу, и они там пытаются дойти до необходимого места. Можно нам конкретно сказать, когда эта дорога откроется, а это новая дорога, и когда по ней уже поедет транспорт. Я думаю, что 1 сентября уже дорога будет ползан. 1 сентября 2019 года. На ремонт дороги из краевого и местного бюджетов выделят 30 миллионов рублей. Реконструкцию проведут в два этапа. Первый участок протяженностью около 500 метров завершат к концу года. Нашлось решение проблемы и у жителей Новокубанска. Максим Марандыкин приехал не по личному вопросу, а от лица всех жителей города. Их интересует, когда наконец завершатся работы по благоустройству местного парка. Именно его новокубанцы выбрали для участия в программе по формированию комфортной городской среды. О сроках людям местные власти докладывают весьма расплывчато. О том, какие работы сейчас ведутся на объекте, Максим Марандыкин узнает только на встрече с губернатором. Прошли экспертизу, объявили конкурс на реализацию данного проекта. В августе месяце был заключен контракт со строительной организацией, которая приступила к реконструкции и обустройству данного парка. Сегодня процент исполнения по данному объекту составляет где-то порядка 55%. Над новым обликом парка уже вовсю трудятся рабочие. Там установят освещение скамейки, появятся детские спортивные площадки. Открыть зону отдыха обещает 15 декабря. Мениамин Кондратьев не понимает, почему обо всем этом нельзя было сразу рассказать жителям Новокубанска. Открытость должна стать основным принципом работы власти на любых уровнях. Людей очень сложно обмануть. С ними надо быть искренним. Искренним по-настоящему. И если говорить, что вот такая ситуация, которая задерживает реализацию обещания, что-то их сказать надо. Вот такая ситуация. Люди должны знать о том, что корректируются. Нельзя их держать в неведении. Нельзя им просто обещать. Нужно по-настоящему понимать, что если мы им не будем говорить конкретику, значит, это информационное пространство займут слухи и сплетни. Правду. Правду. Еще раз правду. Нужно людям говорить. И они подождут. Но если вы уже сказали дату, тогда уж будьте добры, возьмите и кровь из носу, как говорится, но сделайте. Среди тех, кто приехал сегодня на прием губернатору, который он провел по поручению президента России, Марина Аксенова из станицы Воздвиженская. Там люди просят построить новый офис врача общей практики. В населенном пункте есть амбулатория, но в старом здании уже невозможно принимать пациентов. Ближайшая скорая помощь находится в 15 километрах. Бригаду скорой медицинской помощи необходимо вызывать и ожидать из соседней станицы, Тимиргоевской. И поэтому, конечно, как и для меня, как многодетной мамы, так и для всех жителей нашей станицы этот вопрос очень важен. Вениамин Кондратьев уверен, медицинское обслуживание в станицах и поселках не может быть хуже, чем в городах. А также должно учитывать специфику жизни селян. Я сам знаю, по своим родителям, то есть, как правило, никогда, то посадка, то прополка, то сбор урожая, то закрутка, то закатка. Знаете, вот настолько увлечены трудом с раннего утра до позднего вечера. Да, такой у нас уклад жизни, я согласна с вами. Офис врача общей практики однозначно должен быть рядом с ними. Поэтому максимально поддерживаю инициативу. Притом, каждого населенного пункта, даже невероятное количество, сколько там людей живет. Еще раз подчеркиваю, селяне на сложно, это тащить к врачу сложно, даже практически невозможно. Но тогда врач должен прийти к селяне. Обратно в станицу, в Воздвиженскую и Курганинского района, Марина Аксенова отправилась с хорошими новостями. Новый офис врача общей практики должен заработать уже в феврале следующего года, а здание старой амбулатории отремонтируют. Всего на приеме рассмотрели пять вопросов и на каждой нашли свое решение. Так, в Павловском районе появятся новые очистные сооружения. Открыть их планируют в 2020 году. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Не меньше 70% местного сырья, чтобы называться кубанским продуктом. Краснодарский край намерен внести изменения в процедуру получения патента для наименования места происхождения товара. Сейчас, к примеру, кубанская может называться любая продукция, которая производится в регионе. Однако, чтобы получить такой статус, не обязательно делать товар из местного сырья. Об этом сегодня говорили на совещании в Краснодаре. С кубанскими производителями встретился губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что задача региональных властей сегодня – защитить местных изготовителей от недобросовестной конкуренции и фальсификата. «Продукция, которую вы производите, которую мы производим в Краснодарском крае, она востребована и жителями нашего региона, но и жителями страны. А все, что востребовано, начинает подделываться недобросовестными, мягко говоря, производителями. Поэтому, конечно, сегодня мы должны защитить свою качественную продукцию. И получение патента по месту происхождения товара – сегодня необходимая мера с точки зрения защиты от недобросовестной конкуренции кубанской сельхозпродукции. Следующий шаг – обязательно, чтобы по-настоящему патент в себя включал и требования кубанскому переработчику, кубанской продукции. В том числе, как минимум 70% в той или иной баночке должно быть сырья, который выращен или произведен на Кубани». Регистрация наименования места происхождения товаров будет работать на имя аграрного края и станет настоящим брендом. В нашем регионе уже действуют меры, которые защищают производителей и помогают продвигать местную продукцию. Кубанские вина выпускают с географическим указанием, а товарам присваивают специальный знак. Больше 6 тысяч человек зарегистрировались на форум «Дело за малым». Одно из главных экономических событий Юга России пройдет в Краснодаре с 18 по 19 октября. Там обсудят проблемы малого и среднего предпринимательства. На форуме выступят известные спикеры и эксперты из России, Германии и Китая. Лучшие бизнес-тренеры поделятся своими историями успеха. Всего запланировано более 50 мастер-классов. Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что форум уже успел стать ключевым событием для предпринимателей Юга России. Главной темой форума станет цифровая трансформация бизнеса. Уверен, участникам мероприятия будут интересные вопросы кибербезопасности, искусственного интеллекта и роботизации, развития электронных торговых систем и даже цифрового сельского хозяйства. Сегодня эти темы для края имеют особое значение. Региону необходимы прорывы в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Кроме того, такая площадка может стать отличным стартом для тех, кто задумывается о своем деле. Первый бизнес-форум «Дело за малым» прошел в Краснодаре в 2016 году и тогда собрал более 2000 человек. Рейд по злостным нарушителям трудового законодательства. В Сочи всю неделю будет работать Краевая инспекция по охране труда. Из Краснодара на побережье прибыли 10 инспекторов. Цель – выявление неформальной занятости. В один из рейдов с ними отправилась и наша съемочная группа. Группа, в составе которой сотрудники мэрии и Краевой инспекции по труду отправляется в рейд по списку злостных нарушителей трудового законодательства. В кафе, столовых и магазинах первое, что проверяют – наличие трудовых договоров. Здесь я работаю примерно лет 10. 10 лет работаете, да? Официально трудоустроено? Да. То есть и договор есть, и все очистки? Официально, да. Все есть, да? Да. О своих трудовых отношениях с руководством сотрудники рассказывают письменно. Параллельно трудовой инспектор расспрашивает об условиях труда. Сколько сотрудник проводит времени на рабочем месте и как получает зарплату. Нередко оказывается, что и договора нет, и деньги платят в конверте. Кстати, многие сами соглашаются на такие условия. Большинство, конечно, если им пообещали какие-то хорошие деньги, они на это соглашаются, считают, что мы сейчас подзаработаем, как бы все проблемы наши решатся. Потом начинаются какие-то конфликтные, допустим, ситуации с теми же работодателями. Естественно, уже эти деньги не выплачиваются. А еще таким работникам лучше не рассчитывать на приличную пенсию. Трудно будет с серой зарплатой даже получить кредит в банке. Как оказалось, такую схему трудовых отношений практикуют многие местные бизнесмены. У нас достаточно серьезный список. 394 нарушителя всего было выявлено за отчетный период. В списке таких взлостных нарушителей порядка 70 хозяйствующих субъектов. И за то время работы, которое мы установили с трудовой инспекцией Краснодарского края, каждый будет посещен. И обязательно наказан. Штрафы до 100 тысяч рублей за каждого неоформленного работника. В Сочи таких уже наложили на сумму более 4 миллионов рублей. И работа по снижению неформальной занятости будет обязательно продолжена. Ну а краевые инспекторы во всех районах города будут работать до конца недели. Инга Габешия, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи уже прочищено 9 тысяч метров ливневой канализации. На курорте близится сезон дождей. Выпадение обильных осадков на курорте – это не только признак окончания бархатного сезона, но и причина подтоплений. Подготовка ливневок в городе идет полным ходом. Что еще предстоит сделать, чтобы оградить улицы Сочи от последствий непогоды? Ответ перед главой города держал директор департамента городского хозяйства. Залповые и ливневые дожди, нередко приводящие к подтоплениям – одна из особенностей сочинского климата. С природой, как говорится, не поспоришь, а вот сделать все, чтобы минимизировать последствия подтопления – первостепенная задача властей города. Если заблаговременно предупредить население поставить в ружье буквально все силы и средства наших городских возможностей, то мы можем минимизировать эти чрезвычайные ситуации. Я бы хотел вас спросить, как мы сегодня готовы, как готов водоканал, как готовы наше муниципальное унитарное предприятие «Водосток» к тому, чтобы противостоять природным явлениям. На данный момент справляются. В этом году почищено более 9 километров сетей. Сейчас мы дополнительно муниципальные деньги в порядка 9 миллионов доводим до водостока через департамент городского хозяйства, что приведет к еще более качественной прочистке ливневых каналов в Эмеретинке. Дополнительно успеем к ливневым периодам в октябре-ноябре ожидающимся еще пройти раз экскаватором, прочистить, убрать иловые наносы, что снизит риск. Всего на балансе водостока 150 инженерных сетей. Ливнестоки отмечают специалисты чисты и вместительны. С нагрузкой не справляются лишь в период интенсивных сочинских дождей. И в Советском Союзе проекты предусматривали до 60 миллиметров выпадения осадков строительства сетей. Кстати, Краснодар предусматривает только 30. Только 30, да. И сейчас у нас основа проектирования именно от этих цифр. Мы должны обеспечить так, чтобы механизм городской работал безупречно, как и происходило всегда. Если даже идет огромная стихия, то к этой стихии мы должны быть готовы. Главное не допустить гибели людей. И вторая задача минимизировать материальные потери. Насколько я понимаю, мы с этой задачей справляемся и будем справляться. Я еще раз повторяю, что к ноябрю, к декабрю месяцу надо быть готовым и по впускной способности рек, и, конечно, ливневая канализация, она должна всегда быть в идеальном состоянии прочищена. С началом сезона дождей в городе круглосуточно будут дежурить аварийные бригады и спецтехника. Таким образом, перебои в работе системы ливневой канализации, даже в случае выпадения обильных осадков, будут снижены до минимума. Инга Габешия, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи выберут самую чистую улицу и лучшего домкома. Утверждено положение о городском конкурсе «Чистый дом. Красивый город». Он пройдет с 12 октября по 28 ноября. Об этом стало сегодня известно на планерном совещании. В конкурсе могут принять участие советы ТОС, управляющие компанией, домкомы, дворники. Комиссия оценит не только их работу, но и выберет лучший дом, дворик, самый уютный подъезд и самую благоустроенную улицу. Заявку на участие в конкурсе подают в районной администрации с фотографиями и видеоматериалами. А уже 23 ноября, в день города, будут подведены итоги. Но за подготовкой к торжествам нельзя забывать и о текущих вопросах. Сегодня также напомнили о сроках уплаты имущественных налогов. Рассчитаться с государством необходимо до 1 декабря. Это налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог. Эти налоги в основном поступают в местный бюджет. То есть часть бюджет краевой, часть бюджет городской. Поэтому эти налоги и поступление их очень важно для города, для жителей, для решения социальных проблем. Говорили в мэрии об участии отраслей в федеральных и краевых программах в следующем году. Финансирование обеспечивается в полном объеме. Подвели промежуточные итоги инвентаризации многоквартирных домов, которые ранее являлись общежитиями. В них сохранился муниципальный жилой фонд, который планируется предоставить нуждающимся. Но не все районы справились с этой задачей на отлично. Соответственно, вы должны понять, сколько у вас общежитий и сплошную инвентаризацию общежитий провести. Вот Хостинский район, ну, доложил, по крайней мере, это. Я понимаю, что у них есть понимание, сколько общежитий есть. Они день спрошли. Необходимо в эти дни усилить и работу общественного транспорта, поскольку в Сочи прибывают мощи святого Иоанна Крестителя из греческого монастыря Иерусалимской Патриархии. Ковчег с мощами будет находиться в храме святого князя Владимира с 18 по 21 октября. Прикоснуться к святыне можно будет в эти дни с 6 утра до 23 часов вечера, а 21 октября до полудня. Всех желающих приложиться к мощам мы будем рады видеть по адресу улица Виноградная, дом 17, храм Пятого Равнопостального князя Владимира. Убедительная просьба всех наших верующих добираться общественным транспортом. Поскольку парковочных мест в районе храма нет, лучше отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Мэрия обратилась к перевозчикам с просьбой продлить в эти дни работу автобусов. Елена Овсесина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. На Мацесте восстановят набережную. Жителям рассказали подробности строительства нового парка. В ТОСе микрорайона прошла встреча с активом. Сочинцам объяснили, как и в какие сроки преобразится набережная реки. Первый этап – расчистка территории. Для начала нужно убрать сухостой, поврежденные и аварийные деревья, а также растения, которые уже утратили свой декоративный вид. Жители Мацесты пообещали принимать участие в субботниках, чтобы совместными усилиями приблизить день открытия парка. Это будет одна из самых крупных, больших зеленых территорий. Это будет сквер Мацеста, который реализуется у нас по программе «Федеральная комфортная городская среда». Весь год работали, мы выполняли сначала эскизные дизайн-проекты, подбирали эти территории, информировали наших жителей, управляющие компанией, ТОСы. Жители сами проголосовали за сквер на Мацесте. Этот проект занял в Хосинском районе первое место. Даже старики, как рады старики, услыхали, что будет строиться парк. Они говорят, мы еще будем жить долго и счастливо, чтобы погулять в этом парке. Пусть процветает наш парк, а мы будем беречь и радоваться этому парку. Новый парк станет точкой притяжения для горожан. Здесь планируется проложить тротуарные, велодорожки, установить игровые детские площадки, амфитеатр со сцены на 300 мест и даже цветомузыкальный фонтан. Поэтому надо, как бы, поставлена задача подойти как можно аккуратнее к зеленым насаждениям. Но хочу сказать, что еще есть здесь второе богатство. Это сама набережная, которая была сделана. И действительно, вот так мы посмотрели, лет 50, наверное, на этот асфальт. Вот нога человека не ступала. Больше 6,5 тысяч метров квадратных плитки, брусчатки будет уложена. И вот сейчас мы наразговаривали, только на первой очереди. Это там больше 50 столбов освещения. Работы будут вестись в несколько этапов. Первый – прогулочная зона с парапетом и освещением по всей территории набережной реки Мацеста – будет завершен уже до конца этого года. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи пройдет межрегиональная офтальмологическая конференция. Более 150 ведущих офтальмологов, научных сотрудников, врачей из Южного федерального округа и соседней Абхазии соберутся 19 октября на курорте. Научно-практическая встреча пройдет в системе непрерывного медицинского образования. Конференция будет транслироваться в режиме онлайн. Это позволит специалистам, которые не смогли приехать на встречу с коллегами, ознакомиться с докладами. Также во время мероприятия для всех участников будет проведена медицинская выставка. Фестиваль балета и танца в Сочи завершился выступлением Академии танца и театра балета Бориса Эйфмана. Коллектив выступил в Парке науки и искусства «Сириус». О его танцовщиках говорят, что они могут быть невесомыми. Непохожи на другие современные компании, коллектив Эйфмана всегда сохраняет свою идентичность, демонстрируя настоящее балетное искусство. В концертной программе были представлены совместные танцевальные номера солистов театра балета и воспитанников Санкт-Петербургской Академии танца. Мы танцуем два отрывка из балетов Борисея Калевича Эйфмана, из балета «Ху из ху» и из балета «Ана Каренина». Один дуэт из балета «Ху из ху» на потрясающую музыку Рахманинова будет нежный, лирический и более чувственный, и темпераментный дуэт из балета «Ана Каренина». В Академии танца Эйфмана обучаются воспитанники со всей страны, в том числе шесть сочинцев. В целом из Краснодарского края туда приняли 20 талантливых танцовщиков. Из Сочи в Будапешт женская сборная по вольной борьбе проводит заключительные сборы на базе Югспорта и уже через несколько дней отправится на чемпионат мира. На одной из тренировок национальной команды побывала Татьяна Говоркова. Три учебно-тренировочных сбора у женской команды по вольной борьбе уже позади. Кисловодск, Москва и заключительный пункт в Сочи. На базе Югспорта сборная готовилась к чемпионату на протяжении двух недель. И уже в субботу девушки улетят на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште 22 октября. Был проведен хороший учебно-тренировочный сбор. Это база одна из самых лучших баз в нашей стране. И мы с удовольствием здесь уже много лет готовимся, тренируемся. Здесь созданы все необходимые условия. Никаких проблем с подготовкой не было. Самое главное, что у нас впервые, может быть, как это все тренеры суеверные, вообще борцы, нет травм. Накануне был определен основной состав сборной. В этом году на чемпионате мира выступят как молодые, так и опытные спортсменки. В их числе действующая чемпионка Европы Стальвера Оршуш и бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина. Все здоровы, всех огромное желание побеждать. Будем к этому идти. У нас, конечно, командная поддержка. Мы друг друга настраиваем, заряжаем, переживаем. И за команду отстаиваем честь. У нас уже заключительные денечки, последние перед отъездом. Поэтому уже так все более индивидуально, у каждого свое. Кому-то погулять в одиночестве, кому-то в компании, кому-то почитать. Поэтому все достаточно индивидуально. Но я так смотрю, что в команде настрой позитивный, положительный. Я думаю, все будет хорошо. Таких лидеров, как Валерия Коблова, Любовь Овчарова и Валерия Лозинская на чемпионате мира не будет. Девушки еще не восстановились после травм, но к концу года они начнут готовиться к Олимпийским играм. Задача же остальных членов сборной – не уронить честь команды на предстоящем мировом турнире. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.